МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На мясоперерабатывающем заводе «Промагро» полным ходом идет монтаж технологического оборудования. В цехе обвалки специалисты собирают пути транспортировки, конвейерную систему, пилы и столы для разделки. За 7 дней вот это все, что здесь стоит, поставили. Это уже все как конструктор своего рода. Здесь любили собирать и здесь собираем. Все это интересно очень. В целом все проходит по плану, укладываемся во все сроки. Специалисты работают уже не первый раз, поэтому все нормально. Линия глубокой переработки свинины прибыла в Старый Оскол из Нидерландов. Процесс сборки оборудования проходит под строгим контролем специалистов Марл, фирмы-производителей агрегатов. В данном помещении находится оборудование для разделки мяса, также для отделения костей. Здесь все делается вручную, то есть руками. В следующей комнате находится автоматический склад, который полностью роботизирован. Без участия человека ящики будут храниться и перемещаться двумя роботами между. Третья часть находится на втором этаже. Это комната мойки пустых ящиков. Она также полностью автоматизирована. Без участия человека происходит помывка и подача уже чистых на линию. В России подобным оборудованием оснащены несколько заводов по переработке мяса в Белгородской, Воронежской, Брянской и Владимирской областях. Марл является лидером пищевого оборудования в Европе. Это верхняя планка европейского качества. Все оборудование сертифицировано, начиная от каких-то элементов пластика до металлоконструкций, которые находятся в оборудовании. К началу сентября специалисты планируют завершить монтаж оборудования, после чего стартуют пусконаладочные работы. 15 сентября линию опробуют в тестовом режиме. Мощность новой технологической цепочки по глубокой переработке свинины – 240 голов в час. В полутуши поступает на распиловочные столы, отделяется округ, отделяется коробка, отделяется грудинка, и каждый кусок идет на свою линию. Там он обваливается, зачищается, и продукция в ящиках уходит в адресный склад. На конвейер автоматически подает на станцию классификации. Там мы присваиваем имя ящику автоматически и определяем ему вес. После этого продукция поступает в адресный склад или напрямую, скажем, на упаковку, если есть такое технологическое задание. А потом с адресного склада выдается задание – продукция поступает или на упаковку, или на заморозку, на блочную, или на приготовление фарша. В зависимости от того, какая продукция находится в этом ящике. Водно-распределительные устройства, сердце холодильников, компрессорный цех, вентиляция и бытовые помещения техэтажа – тоже на завершающей стадии готовности. Параллельно специалисты благоустраивают территорию. Редактор субтитров А.Семкин